На часах 13.05 в эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Смиталин. Беседовать мы сегодня в особом мнении будем с Олегом Ткачевым, руководителем Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, членом общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Напоминаю слушателям о том, что есть на сайте Кирова.ру, есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, с помощью специальной формы вы можете задать вопрос гостю особого мнения. Вопросов сегодня много, я имею в виду приготовленных мною. Безусловно, про новое колесо обозрения мы поговорим. Сейчас на вторую часть дневного разворота тема эта активно обсуждалась. Но хочу начать все-таки с вопроса митинга в честь второй годовщины присоединения Крыма к России в нашем городе. Как и по всей стране, митинг прошел в пятницу 18-го числа. Скажите, на Ваш взгляд, что навсегда с нами именно такая форма празднования, присоединения Крыма? Формы празднования не могут быть навсегда. То есть формы празднования меняются год от года, меняется контекст, меняется ситуация политическая. Пока кому-то интересно выходить по этому поводу, люди будут выходить. Пока действуют рычаги какого-то рекрутирования людей. Но не секрет, что порядок такой добровольно-принудительный, да, участие в этом мероприятии? Ну, в нашей стране много мероприятий с характером добровольно-принудительных. Я не знаю, если бы людям активно хотелось праздновать это событие, то они бы приходили самостоятельно, добровольно, более радостные и счастливые лица. Просто все то настроение, которое люди показывали, даже придя, неважно по каким причинам, оно характеризует вообще ситуацию с этой датой. А Вы видели лично? Я видел много репортажей, фото, видео. Я, извините, но я не увидел всеобщее настроение, всеобщего праздника. Не знаю, как-то скучновато. Вам скучно участвовать? В таком мероприятии? Я имею в виду, что лица были скучноватые. У меня неоднозначное отношение вообще к этому, так называемому, празднику. Мне кажется, что мы все, наше государство поступило не очень корректно. Хотя и понятно, и... Вы имеете саму историю с Крымом, да? Да, саму историю. Двухлетнюю новость. Хотя, понятно, желание россиян воссоединиться и взять территории, которые действительно дороги и омуты тысячами жизней. Но, тем не менее, сама форма, как все это было произведено, это неоднозначно. Хорошо. Это мнение по поводу митинга в честь присоединения Крыма. Хочу сейчас поднять близкую тоже вам тему. Речь идет о том, что Минюст подготовил поправки к закону, так называемому, об иностранных агентах. Закон, наполненный с 2012 года действует, да? И не исключено, по последним данным, что в апреле Государственная Дума эти поправки рассмотрит. Вот, в частности, Минюст предлагает включить в понятие политической деятельности, в частности, наблюдение за выборами, организацию публичных дискуссий и выступлений, распространение оценок принимаемых госорганами решений и проводимой ими политики, а также проведение и обнародование опросов общественного мнения или иных социологических исследований. Есть высказывания уже многих руководителей некоммерческих организаций, что эти поправки, они убьют их дело. Ну да, есть такое. Все верно? Все верно. Дело в том, что с момента принятия закона как такового, с начала этой эпопеи с иностранными агентами, было очень нечеткое и неконкретное, очень размытое понятие, а что считать политической деятельностью. И судебная практика показала, что политической деятельностью считали любые публичные высказывания любых людей, прямо или косвенно относящихся, любые деньги, приходящие из-за рубежа на деятельность некоммерческих организаций. Потом появлялись комментарии ответственных чиновников, что ну как, хорошая организация, которая занимается культурой, благотворительной деятельностью и прочее, это не должно касаться. И сектор некоммерческих организаций долгое время просил, настаивал, что если вы этот несчастный термин вводите в оборот, юридический оборот, и принимаете это решение в отношении некоммерческих организаций, давайте конкретизируем, что является, что не является политической деятельностью. Ну и, собственно говоря, идя навстречу пожеланиям сектора НКО, на Ньюс сели и конкретизировали, и при этом, конкретизировав, вписали туда ровно все, что только можно. Теперь любое высказывание считается политической деятельностью. Ну, будет считаться. Вот, вполне официально, то есть, будут еще больше оснований для того, чтобы признавать любые организации иностранными агентами. Собственно говоря, читая там текст этих поправок, ну, не знаю, то есть, а чем заниматься некоммерческой организацией, если она желает быть неполитической, то есть, не желает заниматься политикой, нельзя собираться больше трех, ну, то есть, нельзя собирать людей и обсуждать с ними какие-то вопросы, нельзя выходить с предложениями в органы государственной власти по изменению политики в отношении, там, наиболее уязвимых граждан, там, охраны природы, до всех вопросов. Ну, собственно говоря, ну, да, судя по этим поправкам, действительно так. То есть, не хотите, чтобы вас ассоциировали с политической деятельностью, не занимайтесь ничем вообще. Сейчас в России, по последним данным, порядка 116, по-моему, да, некоммерческих организаций, которые пропадают под понятие иностранный агент. Ну, да, есть реестр, да. Реестр официального Минюста можно найти опубликованное. А наформите, пожалуйста, какие ограничения накладываются в НКО? Это усложненные дополнительные формы отчетности, вот, и необходимо указывать во всех публикуемых материалах, на всех встречах, там, как устно, так и в выступлениях средств от массовой информации, что все эти выступления делаются организацией, являющимися, исполняющими функции иностранного агента. Там, например, на сайте, да, организации тоже быть штамп, что это иностранный агент. То есть, по сути говоря, себе надо налепить такой, как бы, этот самый маркер, иностранный агент, и везде этот маркер демонстрировать, и не дай бог. И уже такие ситуации были, когда проводятся мероприятия, и на этом мероприятии не зафиксировано, там, официального объявления о том, что мероприятие проводится с участием организации, исполняющим функции иностранного агента, то были, опять же, там, дополнительные санкции в отношении организаторов. Вот, что они не упомянули о том, что они внесены в реестр, и о том, что они являются иностранным агентом. Хотя люди, организации, не считают себя ничеми агентами, кроме как, там, российских людей. — Санкции, ну, в первую очередь, это серьёзные штрафы. — Да, серьёзные штрафы. — Серьёзные штрафы. Счёт идёт на сотни тысяч рублей, если не ошибаюсь. — Да, да, да. — И, по вашим оценкам, как человек, оккурирующий в эту сферу, так скажем, в том случае, если поправки будут приняты, что у нас в области произойдёт? — Вы знаете, когда, в принципе, это всё к этому и шло, и, в принципе, разговоры внутри сектора некоммерческих организаций идут об этом уже достаточно давно, данный набор поправок, они всего лишь узаканивают ту судебную практику, которая сложилась. — Серьёзно просто. — А на самом деле тенденция уже явно была заметна, и эта тенденция, она реально приводит к тому, что люди не хотят регистрировать некоммерческие организации, не хотят регистрировать юридические лица, которые могут подпасть под статус иностранного агента со всеми вытекающими последствиями. Люди не хотят принимать в них участие, люди не хотят реализовывать свои законные права и интересы через такую форму объединений граждан. Очень многие люди из сектора некоммерческих организаций перетекают в сферу бизнеса, то есть перерегистрируют организации как коммерческие организации, или, если требуются какие-то несложные операции с расчётным счётом, регистрируют себя как индивидуальных предпринимателей, и получают оплату за выполненные услуги, товары, работы. То есть некоммерческий сектор планомерно разваливается. Давайте ещё раз поясним, слушатели, по какого рода некоммерческим организациям ударят эти поправки, чем они занимаются? То есть это всевозможные виды помощи, да, в том числе? Ну да. Сбор средств тем же сиротам, обездоленным и так далее. Да, любая некоммерческая организация, то есть закон о некоммерческих организациях и гражданский кодекс подразумевает несколько организационно-правовых форм, в которых можно регистрировать юридические лица. Все эти формы, вот они подпадают под действие этого закона, то есть и только они. Коммерческие организации, даже если они будут получать деньги из-за рубежа и выполнять заказы от иностранных, там, каких-то там заказчиков, они не подпадают под действие этого закона об иностранных агентах. То есть, грубо говоря, и сейчас всё к этому идёт, что коммерческий заказ какой-нибудь аудиторской, консалтинговой компании, занимающейся там социсследованием, формированием общественного мнения, там, пиар-агентства и прочее, прочее, там никаким образом не интересует наше родное государство, на какие деньги и с какими целями проводятся рекламные кампании, а рекламные кампании, ну, извините, там, любая транснациональная корпорация, рекламирующая на территории Российской Федерации свои там какие-то товары и услуги, формирует общественное мнение. Ну, в первую очередь, по продаже своих товаров. Ровно в этой же юридической ситуации весь коммерческий сектор относится. То есть, его не вносят. Но если дело касается именно ограниченного набора организационно-правых форм некоммерческих организаций, то любая копейка, даже не важно, связана она с политической деятельностью или нет, то есть, два независимых друг от друга факта. Организация когда-то где-то пытается высказывать свое мнение публично и формировать отношения людей к какой-то сфере общественной жизни и получение в любом виде, даже через десятые источники, через десятых посредников иностранного финансирования. Если даже эти два фактора не связаны друг с другом, то организация все равно будет признана иностранным агентом. С коллегами-НКОшниками обсуждаете? Конечно. Эту тему? Конечно, обсуждаем. То есть... Какие настроения? Закрываться. Закрываться. Закрываться, укрупняться. То есть, для каких-то формально необходимых операций иметь одну объединенную организацию, через которую вести официальные, скажем так, взаимодействия, а неформально существовать или как инициативная группа граждан без государственной регистрации, или уходить в сферу бизнеса. Ну и многие уже высказали желание регистрироваться как коммерческая организация. Или пока еще? Уже регистрируются. Уже регистрируются. То есть, есть достаточно много примеров, когда организация или находится в стадии ликвидации, или обороты по организации, ну то есть полностью вся деятельность, по которой идет государственный отчет, сворачивается, а деятельность направляется по другим каналам оформления, что-то перекидывается на коммерческие структуры, что-то делается как гражданами, как физическими лицами. Я помню, Вы озвучивали общую цифру общей численности НКО в нашей области, по-моему, порядка трех тысяч, да? Или поменьше? Меньше. Меньше. Сейчас меньше двух тысяч. Меньше двух тысяч. Да. В результате их вообще не останется? Нет. Почему останутся? Останутся там и традиционные организации, то есть какое-то количество некоммерческих организаций все равно останется. Чем они будут заниматься и насколько эффективно они будут этим заниматься? Просто по факту на данный момент сейчас больше, и у нас даже в Кировской области, больше и заметнее активность неформальных групп граждан. Ну, допустим, посмотрите... Не имеющих никакой организационной формы. Да, организационной формы. Ну, там, допустим, Красивый Кир. Да? Мне тоже он пришел на Омду. Там другие, там много семейных объединений, клубов по интересам и прочее, которые сейчас манипулируют. Они не хотят официально приобретать статус юридического лица. Они не хотят сообщать о своей деятельности государству, потому что, сказав «А», надо говорить «Б», и зарегистрировавшись, рано или поздно придут проверки, которые будут проверять именно содержательную деятельность. А выступали ли вы на публике? А является ли это фактом политической деятельности? Людям, которые пытаются объединиться для решения своих повседневных вопросов и для того, чтобы высказать коллективно свою точку зрения по вопросу жизни их детей в нашем городе, дополнительные проблемы, дополнительные проверки санкций и угрозы внесения в какие-то списки каких-то иностранных агентов, ну, совершенно не нужны. На Ваш взгляд, вот это закручивание гаек по поводу связей общественников за рубежом, с какими-то такими течениями антироссийскими, наверное, будет продолжаться? Ну, некоторое время, конечно же, еще будет продолжаться, но, собственно говоря, я не знаю, до какой степени еще можно завинчивать гайки. То есть... И так ситуация уже... Знаете, если очень сильно завинчивать гайки, можно резьбу сорвать. По поводу еще организационно-правовых форм некоммерческих организаций и фонд, да? Одна из форм. И вот как раз меня на днях заинтересовал пост Вашего коллеги Михаила Плюснина по поводу того, что Министерство юстиции начало соблюдать букву закона и проверять фонды на предмет аудита. Вот эта работа начитала только-только или она как-то... Не, ну, то, что... Велась, но с такими полузакрытыми глазами. Да, то, что организационно-правовые формы фонд должны иметь, там, и по уставу, по закону, и по уставным документам должно готовиться ежегодное аудиторское заключение, а в соответствии с законом об аудите аудиторская деятельность, это, ну, коммерческая деятельность, а это платные услуги. То есть каждый фонд и все руководители фондов прекрасно знают, что должен быть ежегодный аудит. На практике мы знаем, что не все, далеко не все, там, фонды... Мы сейчас в том числе говорим и о кировских фондах, или только о кировских? Почему только? О всех, в том числе и о тех, которые существуют в Кирове. То есть крайне немногое, скажем так, количество фондов регулярно, там, ежегодно проводило, там, аудиторские проверки. Ну, рано или поздно, мы всех предупреждали на консультациях, что рано или поздно, там, ребята, там, смотрите, рано или поздно спросят, а покажите нам за последние пять лет результаты аудиторских проверок. Вот, и если, там, их не будет, то это будет очередной повод для получения предупреждений, для составления протоколов административных правонарушений и так далее. Вот сейчас эта процедура продолжается. Ну, продолжается, да. Минюз тоже прекрасно... Можно ли сказать, что сейчас такой шорох в фондах? Ну, вообще, проверочная деятельность сильно активизировалась, там, последние два года. То есть некоммерческие организации проверяют, выводили поперек, и если раньше проверяли только с формальной точки зрения, там, соответствие уставных документов, там, наличие протоколов, там, есть, нет, ведется, не ведется, вот, то сейчас при проверках, там, мы смотрим просто, там, результаты проверок, вакты проверок. Сейчас, кроме, там, предоставляемых документов организации, там, Министерство юстиции внимательно читает сайты, внимательно читает прессу, то есть отслеживает, и в актах проверок, там, пишет, там, о чем вычитали бы сайты, там, о том, о каких мероприятиях стало известно, там, из других источников, там, о деятельности этих организаций, вот, и уже вписывают, там, прямым текстом, ну, квалифицируют, является или нет, это, с точки зрения, там, Министерства, политической деятельностью. А вообще, в принципе, у фондов есть деньги, там, аудиторские проверки? Ну, у фондов, фонд вообще организационно-правовая форма, которая по закону обязана, ну, создается специально с той целью, чтобы аккумулировать денежные средства и имущество для перераспределения их на какие-то социально полезные цели. В общем, по идее, запланировано должно быть. Да, то есть фонды могут, там, часть собранных, там, средств, аккумулированных средств, тратить на административную деятельность, в том числе на, там, аудиторские проверки. То есть это, ну, давно всем известно, здесь, как бы, ну, чего, по этому поводу нет никаких возмущений, просто раньше это не так строго там соблюдалось, сейчас у государства дошли руки и до этого. У нас есть пара-тройка минут до перерыва, я напомню, что это особое мнение Олега Ткачева, член общественной палаты Кировской области, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, хотел бы поднять тему наделения общественной палаты законодательной правой и законодательной инициативы. Многие коллеги уже ваши высказались по этому поводу, я имею в виду коллеги по общественной палате, ну, по словам секретаря УПКО Дмитрия Курдюмова, возможно, уже летом этого года наша региональная общественная палата получит все-таки право законодательной инициативы. Поддерживаете? Ну, да, с самого начала создания общественной палаты там шла речь о праве законодательной инициативы, было несколько попыток там инициирования этого вопроса, то есть несколько неудачных попыток, вопрос не принимался, откладывался. Сейчас очередная надежда, что это право законодательной инициативы будет дано общественной палате. Ну, Дмитрий Александрович уточнял, не то чтобы каждый член УПКО служил, там речь идет о совете, да, палате? Да, да, руководящего органа, то есть от имени всей палаты, то есть чтобы это было коллегиальное решение по внесению законодательной инициативы. На самом деле я бы сказал, ну, высказал такую крамольную мысль, ну, как крамоль. Мне кажется, что было бы правильнее вот таким институтом, как общественная палата, может быть, торгово-промышленная палата, потому что под нее тоже отдельный закон, и она тоже официально объединяет там предпринимателей. Общественное объединение, да? Да. Вот таким структурам там всех наделить их правом законодательной инициативы, а органы исполнительной власти государственной лишить права законодательной инициативы. Интересная схема получается. Оставив у органов исполнительной власти только экспертные функции при принятии... То есть, подождите, вы предлагаете в том числе губернатора как руководителя? Почему бы нет? Органы исполнительной власти решить право законодательной власти. Понимаете, у нас государственная система получается такой перекос в сторону государства, когда государство самостоятельно придумывает для себя любимых, чем бы ему заняться, и формы, в которых ему бы заняться. Нормативно-правовую базу. Если бы это шло в обязательном порядке через внесение другими субъектами, то есть, негосударственными субъектами, то здесь был бы повод с этими субъектами, с негосударственными, вести какие-то более-менее партнерские отношения, а не просто мы придумали, мы приняли один государственный орган с другим. Сами для себя. Сами для себя. А вот теперь ставим вас всех перед фактом. И с никакой возможностью внести какие-то самостоятельно от своего лица внести какие-то предложения по корректировке курса. На самом деле, вот такая бы система, она повысила уровень участия вообще граждан, объединенных в какие-то общественные... Люди бы начали рваться не в чиновники, не в депутаты, а именно в общественные объединения. Глубо говоря, да. Но, по сути говоря, это приобщение более широкого круга людей к процессу принятия решений. О том, какие поправки вносятся государственными органами в законодательство, какие законодательные, нормативные акты вносятся государственными органами, мы зачастую узнаем постфактум. Да, конечно, там штат специалистов, экспертов, но ведите свою экспертную работу. То есть, а вот официальное внесение, давайте через общественные институты, чтобы государственный орган сначала вышел на общественность, убедил ее, что в такой форме нужно что-то, чтобы общественность от своего имени это подала и участвовал. Здесь, опять же, мы натыкаемся на ту же самую политическую деятельность, потому что участие в законодательном процессе... Да, крылышки могут подрезать. Да. В общем, в итоге, на Ваш взгляд, как это принято говорить, легитимность принимаемых законов, она была бы выше. Дело не в легитимности. Так или иначе, законы принимаются депутатами. Депутаты у нас всенародные избираемые и так далее, и так далее. Правда, перекос на политические партии, то, что депутаты в основном связаны, даже одномандатники с политическими партиями. То есть, у нас встроена политическая система. Все принимаемые решения, они, можно сказать, легитимны. А вот вопрос необходимости предварительно перед внесением какого-то предложения посоветоваться с людьми... Массовое обсуждение выстроить. Ну да. Сейчас оно как бы происходит, но происходит в таком, в необязательном порядке. То есть, обсуждения могут быть организованы, а могут быть не организованы. Туда могут пригласить какой-то ряд организаций, а могут не пригласить. То есть, регламентов четких, жестких, вот, таких железных там нет. А вот был бы повод, если бы однозначно внесение было через общественные институты, там, право законодательного института, то любые предложения, там, даже расставить, там, запятые, там, должны вносить не государственные служащие, сами для себя, вот, а, ну, люди из общественной жизни. Интересное предложение, давайте прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим передачу. Особое мнение на 101FM. Продолжается особое мнение, сегодня это особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций, члена Общественной палаты Кировской области. У нас остается 10 с небольшим минут до окончания передачи, я хочу поднять сразу несколько тем, эти такие новинки. Новинки, то, что должно появиться в ближайшее время в нашем городе и области. Ну, во-первых, это украшение некоторых объектов в Советске, в стиле кукарского кружева, появление колеса баз зрения на театральной площади, появление памятника труженикам тыла, появление памятника Марии Исаковой, нашей прославленной конькобежки. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, кукарское кружево. Ознакомились с проектом, с предложениями клуба маркетологов? Ну, сейчас смотрите, все вот эти вопросы, их объединяют единая вещь. Все, что нас окружает, формирует наше мировоззрение. Собственно говоря, что кукарское кружево, что колесо обозрения, что набор памятников, которые мы встречаем в городе, формируют мировоззрение тех людей, которые живут в этом городе. И если мы как-то высказываемся по поводу отдельных объектов, то картина в целом состоит в том, что что стоит, что мы видим, это то, о чем будут думать, о чем как будут мыслить, какими категориями наши дети, внуки и так далее. Поэтому, обсуждая любые объекты, надо думать в первую очередь об этом. О тем, кому это все достанется в наследство. каким образом сформируются их мозги, о чем они будут думать, как вообще будут мыслить. Поэтому по отдельности каждый какой-то объект, он имеет право на существование, но вырисовывается ли из этого какая-то более-менее четкая картина, общая. А что происходит? Инициатива последних лет у нас в градостроительной политике и с точки зрения арт-объектов и прочее-прочее носит какой-то фрагментарный и несколько развлекательный характер. Это плохо? Ну, смотрите, если, грубо говоря, если мы живем и мы обустраиваем то место, где мы живем, наш город как некое пространство внутри Диснейленда, то это одно. Если мы тяготеем каким-то строгим линиям четким и главная точность города это плац, где официальные парады, официальные мероприятия строгие и прочее-прочее, то есть без элементов шоу-бизнеса, то это совсем другое. И вот этот стиль жизни он формирует поколения, те поколения, которые останутся после нас. Я лично считаю, что в городе должно быть несколько разных зон, в которых разная стилистика присутствует. Где-то ближе к периферии, то есть к окраине города вполне уместны развлекательные объекты, любые ярмарки, балаганы, шоу, Диснейленды, лунопарки, и все, что... На окраинах это где? Там, где гаражи и какие-нибудь свалки? Нет, нет. Почему? Почему гаражи и свалки? То есть есть понятие исторический центр, центр города, а есть территории, которая не центр города. Деловой цены. Второстепенные площади какие-то, сгверики. Надо ли все зеленые парки занимать под какие-то тоже развлекательные вещи? Я тоже не уверен, все ли. В этом плане мне очень нравится, мне очень импонирует идея Валерия Крепостнова создать Юркин парк. Ну, замечательная идея, замечательная реализация. это не в центре города, но кому надо те доедут и это достаточно хороший объект для посещения с детьми, развлекаться и так далее. А надо ли всю эту стилистику городить на главной площади города? Мы сейчас имеем в виду колесо обозрения. Колесо обозрения. Валерия Васильевича проедет, собственно. Да. Я далеко не уверен. То есть мне кажется, что главная площадь города предназначена совсем для другого. То есть здесь бы была более уместна именно строгость линий и более какой-то строгий стиль, если здесь у нас располагаются основные административные здания, объекты культурного наследия. Если сюда даже не пускают митинги, демонстрации, публичные мероприятия по причине охранной зоны объектов исторического наследия, то каким образом здесь будет шоу, балаган. Исходя из Ваших слов, Вы, видимо, и против ярмарок, которые на театральной площади проходят. Я против ярмарок, которые проходят на театральной площади как повседневной такой формы использования площади, то есть, когда каждые выходные. Отдельные мероприятия по торжественным случаям, то есть, парад победы, прочее, то есть, массовые мероприятия, праздничные мероприятия, да, они уместны. Да, уместна там какая-то форма торговли, что-то еще. Но хотелось бы, чтобы это были уникальные события, не чаще нескольких раз в год, а в повседневности затаптывать и превращать в рутину повседневности вот такое какого-то лоточную торговлю или не знаю, простые дешевые развлечения с прокатом чего-то там на площади мне кажется не стоит. Я напомню у нас второй час дневного разворота сегодня был посвящен теме установки колеса обозрения для театральной площади было голосование поддерживают или не поддерживают это наши слушатели 70 процентов категорически не поддерживают а 30 процентов поддерживают считают, что это идея хорошая. ну вы знаете что сообщество под названием суть времени у себя вконтакте проводит по-моему еще до сих пор опрос больше тысяч человек проголосовало почти 70 процентов выступают за то чтобы если не было бы колесо обозрения новое то было бы оно в Александровском саду лучше ну знаете Александровский сад как объект тоже как бы ну тут и там некогда кстати чертовое колесо было насколько уместно конкретно там именно чертовое колесо в каком-то месте этого города то есть надо думать то есть как оно будет смотреться где оно будет смотреться и с точки зрения безопасности вот мне кажется что есть у нас заречный парк где было колесо обозрения много-много 10 лет назад есть планы развития там в ту сторону то есть городская рекреационная зона по идее планировалась там было бы замечательно чтобы там это место там развивалось и там были достаточно там крупные объекты куда можно там выехать отдохнуть стоит ли это городить опять же в исторической части города там в том числе в Александровском саду Александровский сад это тоже место историческое ну не знаю вы знаете накануне передачи поделюсь и хотел поинтересоваться стоимостью колеса обозрения зашел на сайт одного производителя как раз таки этих конструкций но я не думаю что в России у нас очень много этих производителей начал сравнивать с тем с той презентацией которая уже есть да это будущего колеса обозрения на театральной площади очень похожие объекты 125 миллионов рублей нашел сумму с установкой с монтажом долго конечно размышлял над тем почему именно театральная площадь знаете родилась такая мысль вот эта конструкция которая там описывается на сайте она могильная привозят на фурах и монтируют и никакой специальной площадки более-менее для нее подготовленной не надо но места при этом нужно много мне показалось что театральная площадь как раз вот этот асфальтированный участок видимо по этому принципу его выбрали а в любом другом месте в нашем городе надо все-таки готовить очень серьезную основу ну как насколько я слышал предложение там это колесо хотят между зданием университета вторым корпусом и драматическим театром театром а там как бы вот этот вот сквер мне кажется этот сквер он в данный момент он ценен сам по себе вот как сквер вот а если там будет какая-то гигантская конструкция намного выше там близлежащих зданий это будет явно неуместно и еще по поводу памятника труженикам тыла который у нас появится в сквере на перекрестке Карла Маркса и профсоюзный на следующей неделе на прошлой неделе вернее были подведены итоги конкурса победил проект скульптор из Ростова-на-Дону это женщина вот народ возмущается в интернете почему общественность не ознакомили со всеми представленными проектами на конкурс а было их всего 12 как-то вот так выложили сразу готовое решение вот у нас будет такая скульптура там фигура ребенка мальчика который передает автомат ППШ воображаемому солдату за мальчиком такая арка где изображены сцены заводских будней я не видел как бы ни этого проекта победившего то есть мне сложно сказать что-то по художественному стилю того чего я не видел тут важна другая вещь возмущение по поводу ознакомили или не знакомили общественности не знаю тут тоже спорный вопрос на самом деле если подобные вопросы там абсолютно все отдавать на откуп общественности то это тоже мне как-то кажется неправильно должно ли быть там всенародное голосование референдум по поводу хотим мы чтобы памятник вот этого скульптора вот в этом исполнении или в исполнении другого скульптора то есть насколько вообще обоснованно там путем голосования решать что будет что будет чье художественное произведение более достойно то есть это авторский продукт то есть авторские проекты были выставлены на конкурс я думаю что жюри конкурса должно было быть там достаточно компетентным в общем вы за то чтобы пусть это решение принимают специалисты да пусть такие решения принимают специалисты по факту мы оценим там понравится нам это или нет и мы конечно же каждый из нас там служит свое личное мнение а собирать ведь деньги еще планируется на это всенародно у нас 30 секунд буквально собирать деньги здесь очень просто когда появятся фотографии картинки этого проекта кто захочет достать из кармана под этот проект тот и скинется кому этот проект не понравится тот не будет доставать свои деньги и скидываться не будет таким образом или будет собрана сумма или не будет речь идет о 7 миллионах рублей сообщило нам областное правительство спасибо завершается особое мнение Олега Ткачева руководителя центра поддержки некоммерческих организаций член общественной палаты Кировской области всего доброго до новых встреч спасибо